здравствуйте дорогие друзья уважаемые родители меня зовут колесников валерий геннадьевич я врач-педиатр с 30-летним опытом практической работы сегодня хочу поговорить с вами об одной очень интересной теме а именно как укрепить иммунитет ребенка первого года жизни ну так как я являюсь врачом профилактической медицины для меня очень ценно дать вам понимание всех этих процессов для того чтобы осознанно двигались в этом направлении давайте сначала разберемся с понятиями что такое иммунитет ну в частности нас интересует хороший иммунитет что такое хороший иммунитет ребенка первого года жизни ну давайте наверное вот так вот я нарисую такую картинку это состояние организма да при котором на ребенок самостоятельно способен отразить практически любые вирусные бактериальные атаки вот и состояние в котором благодаря которому он всегда остается у нас здоровым я думаю всех устроить такой вариант вот теперь надо разобраться при каких условиях возможно такое состояние что обеспечивает это состояние организма что дает нам хороший иммунитет хороший иммунитет нам может дать только слаженные системы все слаженные работы всех органов и систем организма давайте разберем основные системы которые влияют именно как раз вот на с ну практически идеальное состояние иммунитета в течение первого года жизни давайте по порядку ну первое это естественно система у нас пищеварительная пищеварительная и выделительная да потому что ребенка надо кормить надо кормить качественными продуктами и желательно остатки этих продуктов даже самых качественных нужно из организма своевременно удалять ну понятно чем идет разговор да а в течение первого года идеальным вариантом скарлиния и если мы разговариваем про качественное питание возможно только при наличии грудного скарлиния если она у нас присутствует значит 50 процентов практически дело сделано вот поэтому если вы способны обеспечить этот результат для ребенка если вы кормите ребенка грудью то в принципе практически наполовину вы задачу хорошего иммунитета выполнили вот помимо грудного вскарлиния несмотря на то что ребенок скажем так в этот период в общем то практически первые полгода всяком случае когда ребенок вскармливается практически только грудным молоком все-таки желательно работа идеальная работа еще и выделительной системы поэтому наличие регулярного стула для этого возраста является тоже обязательным условием нормальной работы иммунитета поэтому в этом плане сейчас конечно мнение расходится есть такая у нас методика которая ну скажем так позволяет трактовать задержку стула до пяти суток ну как вариант нормы я в принципе с этим категорически не согласен вот поэтому по большому счету регулярное опражнение кишечника но в этом возрасте она даже не раз сутки получается но на первом этапе это практически каждое кормление каждое кормление каждое смысле после каждого кормления идет дефекация дальше процесс немножечко с формированием кишечника он немножечко стабилизируется но тем не менее в грудном возрасте регулярным и нормальным считается стул в течение там от двух до пяти раз в сутки в зависимости от стиля кормления матери вот поэтому никаких там трех пяти днях задержки разговора быть не может стул должен быть регулярный то только при таком варианте возможно нормальная работа вашего иммунитета следующие факторы которые влияют на состояние иммунитета вернее наша система да с выделительной и пищеварительной мы разобрались идем дальше это кровеносная и естественно сердечно-сосудистая и дыхательная система что обеспечивает нормальную работу этих систем для организма ребенка ну естественно это нормальная это практически идеальный микроклимат в вашей квартире что его обеспечивает у нас ну такие факторы как температура влажность воздуха чистота в помещении вот поэтому вот эти моменты вам все необходимо обеспечить ежедневно в квартире ну во первых в комнате ребенка должен быть обязательно термометр вы должны понимать при какой температуре находится ваш ребенок вот идеальным тем идеальной температуры считается в районе 22 24 градусов в зависимости от времени года она конечно может немножко варьировать но в районе 20 22 градусов если у вас в комнате даже в зимний период температура больше 25 градусов то ваша дыхательная система ребенка и сердечно-сосудистая работа нормально не может при таких при таких величинах вот поэтому надо искать методы как эту температуру привести в нормальное состояние то же время в летний период здесь немножечко проще ну за исключением какой-то аномальной жары там и прочее да вот так в общем-то на регулярные проветривание нам позволяет эту температуру держать в каких-то разумных пределах по поводу влажности в городских квартирах обеспечить ее на том уровне на котором она нужна вообще организму особенно детскому практически нереально но тем не менее стараться надо все-таки этот этот фактор очень важный скажем так соблюдать всеми доступными способами начиная от расставления там но в зимний период опять-таки там каких-то тазов с водой под батареями для того чтобы увеличить эту важность его заканчивая какими-то сплит системы на которую вы приобретаете периодически вот они все конечно тоже имеют определенное значение по поводу чистоты в квартире вы знаете это фактор ну казалось бы не требующий особого такого объяснения с другой стороны я чисто практически очень часто наблюдаю ну разные скажем так ситуации в квартирах поэтому идеальным конечно считается тот вариант когда в комнате ребенка нет никаких ковров ненужных до этих всех пылесборников вот а есть ровная чистая поверхность которая в течение суток ну как минимум хотя бы два раза можно влажной тряпочкой маме протереть для того чтобы убрать лишнюю пыль и скажем так обеспечить нормальное состояние воздуха в вашей квартире для того чтобы тренировать еще дополнительно дыхательную систему естественно благоприятными в общем то факторами являются ежедневные прогулки которые нужно начинать практически сразу после вашего возвращения из роддома и не прекращать ну только в самых крайних случаях да там какие-то катаклизмы а так при любой погоде надо обязательно с ребенком гулять вот начинаются эти прогулки от 15-30 минут ежедневно в эти прогулочки увеличиваете на 10-15 минут ну и в течение первого месяца доводить их до полутора-двух часов и дальше эту прогулку уже разбиваете на два этапа первое это значит в первой половине дня если это летний период то желательно до 11 часов утра потому что дальше начинается активное солнце для ребенка новорожденного это нежелательно вот и после пяти вечера тогда это будет все очень-то комфортно вот для скажем так кровеносной дыхательной системы это практически ну обязательное требование влажность температура воздуха частота регулярной прогулки вот эти перепады температуры они дают очень хорошую работоспособность этим системам ну и нервная система естественно которая контролирует деятельности всех органов и систем требует определенные для ребенка естественно тоже проработки здесь но на первом этапе конечно ребенок находится практически полностью в зависимости от матери поэтому мы вам молодым мамам постоянно но и не только молодым потому что здесь как бы разные бывают ситуации мы вам постоянно напоминаем о том что вы находитесь в непосредственной связи со своим ребенком в очень тесном контакте кто-то это чувствует очень хорошо кто-то не очень но тем не менее периодическое беспокойство ребенка какие-то беспричинное беспокойство как правило связано с вашим эмоциональным состоянием поэтому за этим надо вам тоже особенно наблюдать вот и если что-то какие-то случается стрессовые ситуации ну понятно у нас жизнь в общем-то без этого не бывает но тем не менее вы должны понимать что вы в общем-то теперь не одна и свое эмоциональное состояние вы переносите практически полностью на ребенка поэтому лучше это во время скажем так останавливать следующие факторы которые являются общими ну скажем которые могут как улучшить так и ухочить работу нашего иммунитета это уже такие общие факторы да ну давайте наверное возьмем такие наиболее часто встречаемые наиболее весомые для практической жизни это наше окружение это наши контакты которые начинаются практически самого рождения ну в семье если эта семья не большая то в общем-то ребенок постепенно в этот коллектив как бы вливается обменивается микрофлурой и в общем-то это при наличии грудного вскармливания и тех вариантов о котором я вам рассказывал по поводу микроклимата и работы остальных систем если они на должном уровне то в общем-то ребенок плавненько входит в эту атмосферу она у него никакого дискомфорта не вызывает если же этих контактов на первом этапе слишком много ну у нас люди по-разному реагируют да я понимаю там родился ребенок это счастье для всей семьи мы встретились как-то это все поздравили папу с мамой да ну в общем то на этом наверное лишние контакты на первые там три-четыре месяца лучше как бы ограничить без причинных приходов в гости к новорожденным детям ну скажем так лучше этого не делать вот поэтому а те кто находится в семье непосредственно допустим но если у вас небольшая семья допустим вы пока втроем а вот мама с ребенком практически большую часть проводят близко к дому вот поэтому контакта у них ограничены основные контакты с окружающим миром это у нас папа да потому что он в общем то ну скажем так мужчина у нас в основном работают да кто-то должен обеспечивать и материальное наше благосостояние вот поэтому естественно у них контактов множество и периодически естественно они могут давать нежелательные эффекты но в качестве каких-то там простуд и прочее в таких ситуациях как минимум нужно на первые два-три дня ограничить контакт со своим ребенком ну если позволяет получить то лучше для больного человека обеспечить отдельное пребывание вот при наличии достаточного проветривания в общем то это будет практически безопасно поэтому первые два-три дня когда идет ну скажем так острый период вот на этот период лучше ограничить пребывание с ребенком дальше уже практически при правильном подходе вы становитесь не опасными поэтому об этом не нужно забывать кормящие женщины ну как правило это вот такой парадокс есть ну как бы практически такой момент кормящие женщины практически не болеют простудными заболеваниями если вы еще с этим не встречались то я вам рекомендую сразу если вы у вас ребенок то можете пользоваться этим как чистого листа положите себе вот сюда вот сюда положите вот эту информацию что кормящие женщины не болеют простудными заболеваниями это так природу устроило что при ну скажем так в сезон или когда кто вокруг начинается какие-то там заболевания папа заболевает там бабушка заболела и так далее вот вы чувствуете какую-то опасность в вашем организме в несколько десятков раз увеличивается количество противовирусных естественных препаратов поэтому тем более они нужны и вам и ребенку и вы естественно являетесь первым фактором защиты через который не пройдет никакая скажем так никакой вирус не попадет к ребенку вот так вот природа устроила устраивает и естественно как бы ограждает вас обоих от всех этих недоразумений поэтому этим надо тоже пользоваться вот ну и на эмоциональный фактор еще вот этот вот который мы сейчас с вами как бы говорим он тоже является таким моментом которым ну скажем так надо который нужно понимать и нужно настраивать на определенную волну то что помимо просто существует какие-то еще действительно состояния в жизни ситуация которая приходится вам преодолевать и при ну скажем так отрицательных эмоциях вы периодически будете попадать в такие ситуации когда у ребенка будут выявляться без причины какое-то беспокойство вы будете не понимать в чем в чем причина вот причина только в том что вы подвержены каким-то негативным эмоциям пожалуйста обращайте на это внимание потому что это в общем-то будет вас оберегать от различных недоразумений ну и фактор который нам поможет укрепить все органы и системы естественный иммунитет это есть такая методика но всем известная и знакомая но к сожалению не так часто она принимая применяется в нашей жизни вот но на самом деле это очень простая доступная методика которая способна иммунитет периодически поднимать на очень хороший уровень и не обеспечивать ребенку полноценное состояние здоровья это процедура закаливания вот существует несколько вариантов закаливания от банального такого банальной процедуры которая практически всем и детям новорожденным рекомендуем после того как вы приехали домой мы вам рекомендуем выполнять такую процедуру но в частности его своим деткам рассказываю о такой процедуре как три в одном она называется до выкладывания ребенка на животик перед этим моего полностью раздеваем выкладываем на ровную твердую поверхность три в одном это что это воздушная ванна ребенок у вас лежит голенький а в то же время он проводят массаж живота что обеспечивает нормальное функционирование пищеварительного тракта да он себе там прорабатывает проблемные точки обеспечивает скажем так выход газиков и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и третий момент это развитие мышечного корсета но в частности мышцы шея когда ребенок лежит сначала головку у него практически вот он мы его положили ровненько да сначала головку у него лежит ну скажем так как тряпочка потом он потихонечку начинает ее потихонечку начинает ее поднимать периодически да вот он так и тренирует тренирует и в конце первого месяца он у вас поднимает головку и она практически у него уже довольно таки уверенно ну скажем так уверенно держит и вот такое упражнение три в одном если вы ее делаете каждый день ну скажем так перед каждым кормением рекомендуем рекомендуем делать ее где-то 35 минут больше не нужно этого вполне достаточно то это минимальная закаливающая процедура которая обеспечивает работу трех сразу систем да поэтому рекомендую вам делать ее всем а тот кто хочет дополнительно получить еще дополнительные факторы защиты посредством закаливания тому же надо осваивать более сложные методики но методика закаливания она в общем-то не такая сложная просто она требует определенные ежедневного скажем так применения потому что закаливать ребенка раз в неделю так не получится надо это делать каждый день ну во всяком случае хотя бы после во время вечернего купания в общем то это довольно таки просто если вы знаете как это делается ничего сложного в этом нет просто здесь именно как раз определенная периодичность дает вам результатом течение ну скажем там двух трех недель вы получаете какой-то уже практический опыт а дальше просто начинаете получать уже все прелести этого не сложного но очень эффективного метода подъема иммунитета по каким-то причинам если вы не хотите ну нет у вас такой возможности нет у вас уверенности не лежит пока еще душа а для тех кто ну скажем живет в крупных городах сейчас есть масса вариантов как сделать эту процедуру более такой в комфортном варианте это варианты грудного грудничкового плавания единственное ограничение здесь есть только в том что ну лучше это делать до 3 месяцев потому что организм ребенка устроен так что вот этот рефлекс именно который позволяет это грудничковое плавание провести ну практически очень быстро и комфортно вот только по возрасту есть ограничения до 3 месяцев Потому что рефлекс, который позволяет рефлекторно закрывать дыхательные, ну скажем так, препятствовать попаданию воды в дыхательные пути, это вот как раз при, когда ребёнок касается темечком поверхности воды, у него рефлекторно происходит закрытие дыхательных путей, и вода туда не попадает. А после этого он уже как бы плавненько входит в водную среду. Ну, несколько тренировок, и ребёнок прекрасно ныряет под водой, это, конечно, удивительное зрелище, но побочный эффект всех этих прелестей является ещё и закаливающей процедурой. Поэтому, если вы не хотите монотонного вот такого вот закаливания, пожалуйста, можете стать участником вот этого грудничкового плавания, эффект будет примерно такой же. Вот, наверное, основные факторы иммунитета, которые позволяют организму прекрасно себя чувствовать, справляться с различными инфекциями. Ну, более глубоко и детально мы можем их проработать на моей личной консультации. Я вас приглашаю на свою личную консультацию, на которой мы можем обсудить все вот эти моменты. Ну, в частности, и более глубоко коснуться вариантов закаливания, поговорить о том, как составить индивидуальную программу развития ребёнка на первый год жизни, о том, как сохранить грудное скаливание именно на тот срок, на который вам хочется, а не на тот, который у нас периодически получается. Поговорить о каких-то наших насущных проблемах, которые у нас в той или иной степени случаются практически у всех. Ну, для кого-то это небольшое недоразумение, а для кого-то это практически предшоковое состояние. Поэтому это, естественно, надо всё проговаривать, прорабатывать и, скажем так, эти проблемы постихонечку нивелировать. Вот, поэтому я буду рад вас видеть на своей консультации. Приходите, будем общаться, будем решать ваши вопросы, будем разговаривать. Ссылка на консультацию под этим видео. Консультация проводится в режиме видеообращения по WhatsApp. Спасибо всем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok